В нашей стране государственная социальная помощь оказывается не только в виде денежных выплат определенным категориям граждан. Предоставление путевок в лагеря и санаторий – это также одна из мер поддержки. Как раз воспользоваться этой мерой социальной поддержки могут те ребятишки, которые воспитываются в малобеспечных семьях, те ребятишки, у которых ослабленное здоровье, часто болеющие дети. Потому что кроме обычных детских оздоровительных лагерей у нас есть реабилитационные центры. Оздоровительные санатории расположены в Коломне, Клинуна, Рафаминске. Реабилитация длится 21 день. Есть возможность отправить в центры ребенка одного или получить путевку мать и дитя. Список заболеваний, при которых можно воспользоваться данной мерой поддержки, размещен на сайте отдела социальной защиты. Путевки предоставляются бесплатно. Это очень полезный вид оздоровления и отдыха. В учебное время там занятия проводятся. Поэтому, кто нуждается, пожалуйста, обращайтесь. Если вам удобно, вы можете получить информацию на стендах у нас в отделе или у наших специалистов. А также, опять-таки, по телефону в горячей линии вам все расскажут. Летом ребята, которые находятся под опекой, дети-сироты из малообеспеченных семей, погибших военнослужащих, могут и просто отдохнуть. Причем как в лагерях Подмосковья, так и на берегу Черного моря. Сотрудники отдела социальной защиты населения города Пущино имеют большой опыт организации таких порой дальних поездок. Из года в год наши ребятишки ездят и в Краснодарский край, на побережье Черного моря, и в Крым, и в прекрасные наши подмосковные лагеря. И для того, чтобы попасть в этот лагерь, необходимо, конечно же, подать заявление. Так вот, не обязательно ждать наступления летнего периода или конца весны. Вы можете уже сейчас обращаться через многофункциональный центр, через отдел социальной защиты, с заявлением, с документами. Стоит отметить, что очередь, размещенная на сайте соцзащиты, хоть и зашифрованная, но открытая. С ней можно ознакомиться, использовав свой личный ключ. Как только мы начнем уже раздавать путевки, когда они поступят у нас в начале летней здравительной кампании, то мы будем их уже реализовывать с учетом, в строгом соответствии с той очередью, которая у нас сформируется. Внесены изменения в порядок предоставления санаторно-курортного лечения старшему поколению. Человек будет снят с очереди в случае, если он не выполнит два условия. Если вдруг он в течение одного календарного года дважды, без уважительных причин, откажется от получения путевочки. И во втором случае, если через 6 месяцев после обращения медицинская справка утрачивает свою силу. Ее нужно просто свежую взять в лечебное учреждение и вновь подать либо в МФЦ, либо в отдел социальной защиты, для того, чтобы она продолжила свое действие. К уважительным причинам относятся смерть близких, изменения семейного положения, чрезвычайные ситуации, например, пожары.